Дорогие друзья, выход из Египта. Тора говорит, что сыны Израиля вышли хамушинку. Это слово обычно переводят как вооруженный или оснащенный, но есть и другой, к сожалению, смысл в этом. Пятая часть хамушинка. Так что, согласно Медраша, о которых не очень много говорят, только 20% евреев согласились выйти из Египта. Остальным показалось, что если работы уже тяжелой нет, рабства нет, почему не остаться в такой замечательной передовой стране. Они были поглощены казнью тьмой, когда было написано некоторых, даже дел не осталось, чтобы не сказали, что евреев постигла та же участь. Очень много примеров было в истории такое. Когда приходило время покинуть ту или иную страну, и заканчивалось изгнание в Испании или где-то другое, были те, кто оставались и считали, что ну так, проживем. Они, как правило, или гибли, или растворялись. Всевышний многомилостив написано в законах на раскаяния Ромбамма, но он предоставляет непесконечное количество возможностей. Теперь казнь. Безусловно, можно было обойтись только одной последней казнью, но нужно было, то другое. Причем, смотрите, девять казней представляют собой программу религиозного ликбеза. Для всех. Для фараона, для мира всего, для евреев, которые наблюдали за всем этим. Первые три казни, кровь, лягушки, вши, они были признаны показать фараону, что Бог есть. Тут уж сомнений нет. Они не такие эффектные, они скорее эффективные, но психологический эффект такой. Никто не погиб, смерти не было. Вторые три казни, начинающиеся таких зверей, они продемонстрировали, что Всевышний не просто существует, но властвует над природой. Тут уже был сильный экономический ущерб, человеческие жертвы некоторые. Казни показали главное, что Всевышний управляет природой и управляет дифференцированно. Так как, например, все эти несчастья не коснулись евреев, имущество их было нетронуто, нельзя списать этого случайностям. Третья группа, это уже совсем другое. Она свидетельствует о том, что Всевышний единственный и всесильный. И он может по своему желанию все изменять, даже законы природы. Так внутри града был замечен огонь, хотя такого не может быть. Саранча жрала не только траву, деревенную, камни, железо и все, что хочешь. И как бы тут нельзя было уже заблуждаться. Заблуждаться всегда может человек, но это уже совсем, знаете, нехорошо. Так у нас в жизни. Нам показывают там одно, то другое, мы видим это, в какой-то момент воодушевляемся, а потом раз и... Последняя казнь первенцов, она завершила эту серию, показав, что Всевышний способен различать между человеком, который является первенцем, и не является. Этого никто не может. И всегда надо помнить, что материальные явления, что было нам показано, это ширма, за которой прячется истинное устройство мироздания. И все это, все истинно, правильно, все идет за одним. За духовным уровнем людей и поступками. Остальное все придумано. Вот смотрите, есть такая игра, помните, там ходишь, там вот родилки такие, особенно в начале, или компьютеров, собираешь какие-то алмазы, там потом раз, бонус, и переводят тебя на следующий уровень. Так и в нашей жизни. Наша задача собирать, делать хорошие дела, что-то делать хорошее, собирать. Митцвы, да? И только создатель игры наверху знает, в какой момент тебя могут перевести на новый уровень, или дать какой-то приз. Наше дело двигаться, играть. Фараон рассказывает нам много о фараоне. И специально для того, чтобы понять, что у нас тоже есть фараон. У нас есть Маше, слава Богу. У каждого по-разному там. Но в чем проблема фараона? Если человек считает, что его интересы, его видение определяет, что такое добро и зло, он на пагубном пути. Потому что он все пропускает через свой интерес, через свое. Он человек не может быть объективным. Надо смотреть. Причина в том, что мы часто бываем слишком близки к ситуации, поэтому не способны раскрыть ее или осознать. Коль скоро фараон говорил непосредственно о Смаше. Он принимал все это близко к сердцу, и он уже был в стороне конфликта, да? И чем ночь темнеет, тем звезды ярче, да? Фараон, как многие из нас, когда мы вплотную подходим к ситуации, ошибочно полагал, что знает, как правильно себя вести. Мы даже иногда чувствуем, что обстоятельства нам знакомы, уверены, что надо делать то-то, и не принимаем мнения какие-то другие. Все сводится к тому, что наше мнение правильное, объективное. Поэтому надо понимать одно. Человек, он такое существо. Он все думает внутри, даже если он не кажется о себе. У него нет объективности. Объективность отступает. Когда у человека есть эмоции, когда у него есть всплеск адреналина, нет ему никакой объективности. И вообще надо не бояться понимать одно. Нельзя вдруг стать ангелом. Тура от нас этого не требует. Она все описывает в последовательный выход из Египта. Она требует от человека, чтобы он последовательно, последовательно, шаг за шагом, хоть немножко, духовно возвышался. Этот духовный рост должен реализовываться в его практической и ежедневной жизни. Все, больше ничего. Брахава от слаха.